Многоэтажные дома Частные секторы Остановки общественного транспорта и прогулочные мосты в парках Электрические подстанции, нефтебазы и другие объекты критической инфраструктуры От ракетных ударов Российской Федерации уже больше года страдает вся Украина В начале полномасштабного вторжения преимущество России в основном заключалось в наличии ракет большой и средней дальности В то время как армия страны-террориста могла обстреливать всю территорию Украины и имела в запасе тысячи ракет На балансе вооруженных сил Украины было незначительное количество старых советских комплексов «Точка-У» Владимир Путин гордился своим ракетным террором Да, мы делаем это Но в очередной раз выстрелил себе в ногу За год полномасштабного вторжения армия Российской Федерации использовала для бомбардировки Украины почти весь запас комплексов По этому поводу Министерство обороны и командование воздушных сил Украины опубликовали отчеты об использовании оккупантами ракет для ударов по территории государства Судя по документам и аналитике издания «Форбс», Россия потратила за все время большой войны против Украины около 4750 ракет Среди них 2475 комплексов большой дальности общей стоимостью 12,5 миллиардов долларов И около 2300 ракет малой дальности на сумму 3,5 миллиарда долларов Больше всего оккупанты выпустили по Украине «Искандера» всего 812 ракет Цена одной примерно 3 миллиона долларов, а общая стоимость использованных комплексов почти 2,5 миллиарда «Искандер» — это как раз квазибаллистическая ракета, которая запускается с наземной пусковой установки Там у россиян есть на автомобильном шасси установка, которая несет две ракеты Она запускается примерно на 500 километров, ее максимальная дальность Достаточно опасное оружие, опасно прежде всего достаточно мощная боеголовка И там, по-моему, свыше 500 килограмм 635 калибров обошлись российскому бюджету в более чем 4 миллиарда долларов Именно столько ракет для бомбардировок Украины использовали оккупанты Еще более дорогими оказались комплексы Х-101 и Х-555 Одна ракета стоит около 7 миллионов долларов Всего россияне использовали 785 штук на сумму 5 миллиардов 400 миллионов долларов Еще 225 ракет типа Х-22-32 Россия использовала на сумму 225 миллионов долларов Большие денежные затраты не единственная проблема для Российской Федерации За чуть более года полномасштабной войны против Украины российский запас ракет похудел почти на 90% Именно поэтому в последнее время количество обстрелов на дальнее расстояние значительно уменьшилось И для них оккупанты начали использовать дорогостоящие комплексы «Кинжал» У россиян этих ракет очень мало Специалисты говорят, что там у них не более 50 ракет было на март месяц этого года Ну и еще и отминусовывают 6 ракет, которые были запущены 9 марта Их запускают кинжалы, применяют потому, что эта ракета, во-первых, у ней намного выше дальность Эта ракета способна поразить цель в любой точке Украины Стоимость одной ракеты составляет 15 миллионов долларов Всего армия России использовала 18 кинжалов на сумму 270 миллионов долларов Это свидетельствует о том, что у Путина заканчиваются ресурсы Изготавливать новые комплексы из-за санкций, наложенных на Россию В ответ на широкомасштабное вторжение в Украину, в разы сложнее За прошлый год России удалось изготовить 675 ракет большой дальности Тогда, как использовали 2500 Россия сейчас в состоянии производить 25-30 ракет в месяц Радиоэлектронные комплектующие, которые на Алиэкспресс для «Кинжала» и для «Искандера» уже не купишь Для продолжения ракетного террора против Украины, скорее всего, Российская Федерация ограничит использование комплексов летом для создания запаса на следующую зиму Чтобы оккупантам было еще труднее изготавливать оружие, цивилизованным странам мира следует ужесточить санкции против России и контроль за их исполнением Обстрелы Украины стали одной из самых дорогих ракетных компаний в современной истории В общем, из государственного бюджета Российской Федерации диктатор Путин потратил на ракеты 16 миллиардов долларов Сейчас войны идут нетрадиционные Производят ракеты для того, чтобы расстрелять центры управления, центры снабжения, склады и инфраструктуру противников Впрочем, это отнюдь не привело Россию к значительным достижениям на поле боя Энергетический террор потерпел фиаско, об этом даже заявили на пропагандистском телевидении Российской Федерации Все знают прекрасно, что в украинской столице уже практически не бывает перебоев ни со светом, ни с электричеством Украинцы не сидят без света в последнее время Самый продолжительный блэкаут длился по информации того же Кличко 10 часов Все американские пропагандисты указывают на то, что не получается или мы не ставим в последнее время перед собой цели заставить всех страдать на Украине А вот потраченные деньги российских налогоплательщиков уже не вернуть Путин и его окружение истощают государственную казну на кровавую и бессмысленную войну против Украины Вместо того, чтобы строить школы, больницы или дороги в России, они выбирают убивать украинцев Российскому народу давно пора задуматься, зачем им власть, которая наносит огромные убытки экономики страны и ухудшает жизнь ее граждан